Встречаются Банк ВДБ и МОС Энергосбыт. МОС Энергосбыт в жёлтых майках. Банк ВДБ форму после первого матча не менял. Думаю, что дело не в форме, в смысле цветов обмундирования, а в форме игровой. В этом смысле с ними тяжело не согласиться. Банк ВДБ и МОС Энергосбыт у нас находятся в группе преследователей. Лидеров догнать, коими являются Сбербанк, Московский Газпром Энергохолдинг и Татнефть. ВДБ сегодня уже потерпел поражение от московского Сбербанка. Так что всё, права на ошибку не остаётся. Хороший удар с носка. Сразу пытается исправить положение ВДБ. Сбит игрок в районе 10-метровой отметки. Конечно, на неё установлен, ну, и на саму 10-метровую, но то место, где было нарушение правил. Эти точки на поле очень близко располагаются. И удар можно, братарь, добивание. С голами пока не везёт, но вот ударов у ВДБ более чем достаточно. Получается перехват. Мосэнергосбыт. Первые минуты играет на отбой. Мосэнергосбыт и ВДБ в прошлом сезоне, соответственно, тоже встречались в 2016 году. Две победы. 3-2 и 3-1 у банка ВДБ. А вот в 2017 году с переменным успехом. Друг для друга команды играли. Сначала 4-1 ВДБ одержал победу. Затем 4-0 отыгрался Мосэнергосбыт. Очень осторожный футбол. Пока скорости на максимум команды не включают. Хорошая обостряющая передача. Мимо трёх соперников мяч просвистел. Удар во вратаря. Количество ударов у ВДБ в первом тайме за десяток может перевалить. И выход 1 на 1. Мосэнергосбыт шансище. Вот, хотели мы открытый футбол. Степенно он таким становится. Еще один удар ВТБ. Ну точно через десятку перевалит. Ну защитники уже видят, что нужно помогать вратарю. И теперь уже они начинают отбивать. Мяч здорово держится в игре. Минимальное количество потерь. Первый тайм может стать рекордсменом по количеству ударов. И потому что мяч практически не уходил в аут. Животки не уходит. И прочисты, дети. Он стоит за контракт. Не было suspicious. Здорово! Вот. Здорово! Спасибо. Потому что лучше говорится, яれる NYPD. Очередная волна атаки ВТБ. Много таких проникающих передач в центр. Ну вот и снова, то ли передача через центр, то ли удар. Как бы то ни было, мяч цели не достигает. Все меньше времени остается до перерыва. И если до сирены не удастся ВТБ отличиться, то может это для них стать серьезным ударом. Ну когда столько моментов у тебя ни один не реализован, это огорчает. Руки-ноги от этого становятся тяжелее и волей-неволей опускаются. Нельзя сказать, что моменты были стопроцентные, но само количество ударов. Интересно, что в прерыве вратарь скажет своим защитникам, если они так часто позволяют соперникам бить. Удар со штрафного мощный. Но опять мимо. И перерыв при счете 0-0. И второй тайм поединка банка ВТБ и МОС Энергосбытов. В первом тайме в стартовой 10 минутки мы не увидели забитых мячей, хотя увидели 11 ударов по воротам от ВТБ. Притом 5 из них пришли створ. Штанги не попадали, 60-метровых не было, подали два угловых. У МОС Энергосбыта скромнее статистика. Три удара по воротам, два в створ. Правда, вот официальная статистика подсказывает, что было еще одно попадание в штангу. Без угловых и три нарушения правил. Братарь далеко бросает. Ну, это фишка галкипера МОС Энергосбыта. Сам начинает атаки своей команды. Ну, вот еще одна фишка МОС Энергосбыта. Приводим мяча из аута, сразу наносит удар. Очередной фол. И здесь желтая карточка. Ну, вот фолиат МОС Энергосбытовца многовато. Так и до 10-метровых можно дотянуть. Да, с прицелом. Сегодня у ВТБ точно что-то случилось. С прицелом какие-то проблемы. Ну, вот так. Будто играть, буду играть за сцену. Да. Да. О, белый, белый. О, белый. О, белый. Жизнь, живь. Давай, давай, давай. Во втором тайме к большому количеству ударов по воротам в это бы решил добавить еще большое процентное владение мячом. Тайм-аут у нас берет МОС Энергосбыта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тайм-аут у нас берет МОС Энергосбурта. отдохнули, поговорили, воды попили, надо продолжать панель, 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 панель! Ну, ведь не покритикуешь никак в РТБ, но вот вроде бы все правильно делают. Подавляющее преимущество имеют. Просто удачи не хватает. Идеальный получился подкарк. Ну, вот Эмос Энергосбыт демонстрирует Аскал, когда есть шанс на контратаку. Спружинивают стороны чужих ворот моментально. А вот сейчас Эмос Энергосбыт очень нетрапливый атаку начинает. Показалось нам, когда вратарь вводил мяч в игру. А потом сразу длинный навес. Вратарь играет на выходе. А было ли нарушение? Нет. Фола не было. Все чисто. Ну, игроки ВТБ особо спорить не стали. И здесь тоже чисто. Ну, тогда, по логике, за такое картинное падение и выпрашивание фола нужно давать желтую. Играть-то еще долго. Может случиться все, что угодно. Ну, пока 0-0. Штанга спасла сейчас. Мосс Энергосбыт. Вот уж действительно повезло. Ну, и ВТБ показывает, что будет отвечать грубостью на грубость. У banks... В Киеве. Грен. В Киеве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, если бы было все так просто, если бы ВТБ взял и отдал бы мяч, его попробуй отними. Желтая карточка здесь, игрок не дождался сигнала о вводе мяча в поле. И так у нас еще одна пауза, но раз энергосбыт использовал право на тайм-аут, а тот теперь черед ВТБ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На одном дыхании прошел тайм-аут. Вот то мы даже и не заметили его. А был ли он? Или только на бумаге? Вот если бы за время перерыва прибавилось везение ОВТБ... Снова вводим мяч от ворот. Все больше эмоций, все больше споров, разговоров. Да нужно забивать, что тут говорить. И удар взлету. Не везет банк ОВТБ с забитыми мячами, но вот как повезло с тем, что не пропустили сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь нарушение смотрим, какая будет карточка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас бы взять тайм-аут, чтобы обсудить, как разыгрывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удар, но аккурат в стенку. И все. Финальный свисток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА